Здравствуйте! Третий тур турнира в Сент-Луисе опять выдался нешуточно боевым. Четыре результативные партии из пяти, было на что посмотреть. В связи с этим мой выбор партии дня может показаться не совсем ожидаемым, но тем не менее готов объяснить что к чему. Дело в том, что меня вот с самых ранних лет привлекали такие партии, когда казалось бы одна из сторон не делает ничего вообще особенного, а другая в свою очередь не делает ничего такого криминального. А потом раз и приходится сдаться. Таковы лучшие партии, в первую очередь фамилия на ум приходит Хозера Ольга Побланка. В более позднее время этой манере часто действовали Тигран Петросян, Анатолий Карпов. И вот сейчас тоже повеяло вот такой вот вечной классикой партия в похожем ключе. Белыми его слесо, черными наш питерский гроссмейстер Петр Свидлер. С4, Ж6, коньца 35, английское начало, симметричный вариант, сейчас симметрия правда нарушится. Ход Е5, достаточно распространенная схема, черные считают, что ослабление пункта Д5 не так уж страшно, зато у них хватает пространства, есть возможность для свободного развития фигур. Посмотрим дальше, как оно вышло. В дебютные нюансы влезать не хочу, могу лишь сказать, что может быть вот ход А5 не самый-не самый аккуратный порядок ходов, который сделали черные, может быть конь Ж7, не опасаясь Б4, Д5 как-то точнее. Ну, так или иначе, сейчас еще рано критиковать, тем более это все встречалось не один и не два и даже не сто раз. Такой маневр достаточно необычный. И да, белые стремятся утвердить полный контроль над пунктом Д5 до завершения развития. Для этого коню нужно поле Ф1, так что они не торопятся с рокировкой. Так, белые своей цель достигли, пункт Д5 теперь целиком под их контролем. Черные тоже пока не унывают, готовятся создать свою контр-игру. Здесь, пожалуй, тоже вот момент тонкий. Может быть, Петру стоило сразу же заняться какой-то активностью на королевском фланге, сыграть Ф5, короткая рокировка Ф4, пытаться здесь чего-то добиться. Но, опять же, то, что он сделал, встречалось неоднократно и в логике тоже не откажешь. Конь Д4, слон Д2, слон Д7, короткая рокировка. Здесь, казалось бы, имеет смысл сыграть Б7-Б5 черным. Но проблема в том, что после Б5, ЦБ, конь бьет Б5, конь С4, не ко времени подвисает вот эта пешка на А5 и что с ней делать, не совсем понятно. Есть определенный дискомфорт в позиции черных. Поэтому Свидлер меняет белопольных слонов, чтобы ослабить позицию белого короля, чтобы избавиться вот от этого сильного фианкетированного слона. Тоже можно понять. Но белые, в свою очередь, уже проводят Б4 и предъявляют свои права. И на ферзевый фланг тоже, и на линию Б. АБ-АБ. Это все удивительным образом. Все это все еще встречалось. Была сыграна партия в 2012 году. Белыми играл Павел Ильянов. И как сыграли черные, опять же, зная, что случилось дальше в партии, легко советовать. Но и здесь, конечно, до уравнения еще далеко. После слон С6, конь С6, Б5, конь Д4, конь ЕД5. На Б6 пешка слабая. А белые могут использовать для вторжения линию А тоже. Так что это не дорога к уравнению. Петр побил на Б4. Ладья Б4. Поменял белопольных слонов. Но вот теперь слабость на Б7, слабость на Д6. Это достаточно серьезные факторы оценки позиции. И постепенно, шаг за шагом, позиция черных становится все более и более неприятной. Компьютер здесь советует черным играть Б5. Но это такой, как говорится, не от хорошей жизни совет. Потому что все-таки после конь без Б5 не совсем понятно, в вариантах за что отдали пешку. Компенсация какая-то присутствует. Но она не выглядит полной, скажем так. Казалось бы, неужели так надо? Может быть, так уже было надо. Потому что дальше белые, повторяю, играют предельно просто. Сейчас перегруппируют свои силы, чтобы сдвоиться по линии Б. Потом, возможно, и строятся. Увидим. Хороший ход Ф2, Ф3. Профилактически выясняется, что никакой вообще активной контр-игры на королевском фланге у черных нет и не предвидится. Надо защищать пешку Б7 изо всех сил. Белые, в свою очередь, продолжают свои перестроения. Готовятся привести оставшуюся ладью на линию Б. Что и делают. И вот теперь за следующий ход, пожалуй, конечно, черных можно покритиковать. Но причина этого решения Петра Свидлера тоже достаточно понятна. Дело в том, что позиция у черных уже стратегически тяжелая. Опять же, ничего плохого, вроде бы, совсем ужасного, антипозиционного Свидлер не делал. Ничего гениального не делал и Веслисо. Вскрыл линию Б, поставил на нее ладьи. А позиция стратегически тяжелая. У белых огромное количество планов для усиления позиции. Строиться по линии Б, усилить давление на пешку Д. Как-то подготовить активные действия в центре. Поэтому вот такой вот отчаянный рывок Свидлера можно понять. Но, тем не менее, вот здесь позиция становится из прилично худшей, становится просто безнадежной. Проблема в том, что ослабляется поле Е4 и это имеет решающее значение. Бить на Ф4 пока нельзя, но это и не нужно. Отошли слоном, готовимся сыграть конь Е4. Позиция очень неприятная, а после следующего хода Свидлера дело становится еще хуже. Слона белые спокойно отдают и выясняется, что после слона Б, Д4 ладья не совсем висит. Точнее, после ответа белых конь Е4 ладья не совсем висит, а вот пешка Д6 очень даже висит. На слон Б, Б6, конь Ф6 шаг, вилка выигрывает ферзя. А как защищать, непонятно, потому что после слона Е5 ладья Б, Д6. Тот же самый мотив. И вот, несмотря на материальное равенство на доске, на такой ранней стадии, на 28-м ходу, Петр Свидлер сдался и, пожалуй, мы не можем критиковать его, что это было преждевременно. Такая вот неброская скромная красота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok